11 февраля в 12.00 Ульяновская область официально перешла на цифру. И это только первый робкий шаг на долгом пути цифровой трансформации региона, поскольку весь накопленный потенциал необходимо использовать для оптимизации государственного и муниципального управления, отдельных отраслей, а также социальной сферы и экономики региона в целом. До 1 апреля все органы власти должны внести изменения в государственные программы и выделить направление информатизации. Какие это будут шаги, обсудили на еженедельном совещании по финансово-экономическим вопросам. Уже намечен план по цифровому развитию региона. Мы изинтересованы в работе по таким направлению, как проект развивательного региона новых технологий связи, например, в сети 5G, обеспечивающие работу интерната вещей. А я напомню о том, что наша регион, уважаемые коллеги, вошел в число территорий, в которых предусматривается возможность создания этих сетей. Выделен ряд приоритетных сквозных цифровых технологий для региона по федеральной программе «Цифровая экономика». Это ключевые научно-технические направления, которые оказывают существенное влияние на развитие новых рынков. Среди них технологии искусственного интеллекта, работа с большими данными, дополненная и виртуальная реальность, а также робототехника. Так, ульяновские вузы и компании уже имеют в этих вопросах наработки. В частности, при УЛГУ сегодня работает региональный центр компетенции «Цифровая экономика». Сейчас мы уже пропустили, подготовили, так скажем, к вхождению в такую деятельность порядка 100 человек студентов и инженеров. Ульяновской области планируем с начала марта запустить уже полноценную программу, в которой участвовали бы как студенты наши, так и студенты других университетов Ульяновской области. На строительство и оснащение центра потрачено около 15 миллионов рублей, который с сентября 2018 года распахнул свои двери. Здесь студенты с помощью сквозных технологий учат понимать потребности общества и улучшать жизнь населения и экономики в целом. На самом деле учиться не так сложно, если ты будешь заниматься во время учебы. Этот центр интересен для меня тем, что тут предоставлены новейшие технологии, в которые ты можешь окунуться, можешь задавать вопросы, на которые тебе благополучно все ответят. Также на днях Ульяновский государственный университет договорился об открытии новой базовой кафедры с компанией «АйТек Инжиниринг» по направлениям VR, нейросети и искусственный интеллект. Так что компетенции цифровой экономики в нашем регионе будут развиваться и дальше. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.